Вот, люблю сливать бабки! Yes, sir, man! Это не весело, это говорит о культуре. Типа ноль культуры. Привет, друзья! Это Егоров, а это Медиа Сандали. За другое слово, на С меня прибанивает Ютуб, так что вот. Вот это Медиа Сандали. А это фанаты, которые выбежали на поле сразу после финального свистка. Это ведь и опасность для игроков, и изуродованное ботинками поле, и может быть какие-то вирусы для травы краснодарской. В общем, все в шоке, а Райзен вообще поражен поведением болельщиков в своем родном городе. Вот как он кричит! Что вы там хорошего? Они остались без финала. Что вы там хорошего? Объясни мне. Ты считаешь, что это прикольшее? Типа подходит, просто выбегает. И с довольным лицом начинает у меня фотографию просить с фотографией. Это нормально по-твоему? Нет. Веселиться, это типа история, в которой один упадет, на него 200 человек набегут. Это не весело, это говорит о культуре. Типа ноль культуры. И кричит Райзен не зря, потому что Дмитрию Картаве уже задают вопрос, неужели финал пройдет в Краснодаре без зрителей? Будут наказаны все! А может быть, что матч будет без болельщиков? А потом Эрик сказал, что возможно. Возможно? И я связался с футбольным клубом Краснодар, связался, можно сказать, даже с его руководством. Спросил у них, действительно ли теперь матч без зрителей. И они говорят, да, Поле, болельщики выбежали. Плохо. И матч, конечно, пройдет. Ну, естественно, он пройдет со зрителями, друзья. Ну, естественно, со зрителями. Да, Поле конец, скорее всего, но уже конец сезона, конец года. Команда уже не сыграет, так что и плевать, что ему конец. Во-вторых, если болельщики выбегают на поле, это часть шоу, ничего страшного в этом нет. Это, наоборот, прикольно, это проявление живых эмоций. Ну и третье, конечно же, как можно отменять матч, если уже на финальную игру продано 3000 билетов. Продано, роздано, неважно, главное, 3000. А за неделю будет аншлаг. И это очень круто. Никто, конечно, от такого события не откажется, так что в финал Тудроц Родина пройдет со зрителями 100%. Ну, а дальше уже к этим сандалям. Сандалям. Извини, Ютуб. Сандалям. Я теперь тебя обманываю. Люблю сливать бабки. Но прежде чем перейти к этим сандалям на матче Тудроц и деньги, где Мбапе рвали кофту, где игроки иногда ссорились, где было много спорных судейских решений. Возможно, пузырьки от Эрика. Итак, перед матчем Дроты много-много выпендривались. Хотел сказать Флексиоле, но мы же в России. Поэтому Дроты очень много выпендривались. Сначала увидел награду Персона Года. Медиа в футболе, конечно же, загорелась. У неки-то особо сильно сгорела задница из-за того, что его Жека не включили в премию Персона Года. И никого из Тудроц также не включили. Они даже поссорились с Райзеном. Я об этом уже сегодня рассказывал. Жаловались на Лигу. Больше, чем Тудроц за этот год никто не сделал. И поэтому как может не быть руководителя хотя бы одного президента? Но все очень красиво. Перед матчем разрулил Жека, который сказал, что личные впечатления намного важнее любых премий. Он был прав. Послушайте, слова мудрого человека. Блин, ну в целом мне никогда не интересно было, знаешь, это признание. То есть мое эго это не тешит. Для меня куда важнее это просмотры, которые есть на канале. 4 успешных канала, которые работают уже 6 лет. И контракты, которые у нас есть. Поэтому для меня важнее вот это. Не включили, ну ничего страшного. Я особо туда не стремился. Ну ладно, давайте к матчу. Ну как? Отдумирай, вы! Я всегда спокойно. Перед матчем произошла стычка между президентом денег с Таносом и молодежью Студрот с Крапом и Мбаппе. Сначала Крап выложил какое-то видо, что они будут возить деньги у стадиона, который снял то ли Корш, то ли еще кто-то. Пацаны, через два дня возить на этом стадионе будем деньги, пацаны. Скоро-скоро полуфенал. Естественно, Станус ответил. Ну, в принципе, достаточно мирно. Станус обычно отвечает жестче. Ну, а потом произошла какая-то беседа в отеле. Потом он подошел просто к нам начал говорить «Че-то выйдет типа на меня некий-то говорит и вообще выйдет с нами играть». За Крап отступился Мбаппе, ну и Станус, как говорит Мбаппе, порвал ему свитер. Вот, и я ответил ему типа «Зачем ты типа подходишь и так же жестко с нами общаешься? Вот». И он подошел ко мне, взял меня типа за кофту. Можешь показать прямо на мне? Ну, я не буду ну, короче, вот так вот взял вот так вот и прям типа начал вот так и в итоге у меня типа порвалась кофта там просто такая огромная дыра. Ситуацию эту грамотнее всех попытался объяснить некий, сгладив углы. «У одного человека своя правда, у другого человека своя правда, разные миры и мы никак не придем ни к чему общему, поэтому...» Но основной посыл молодежи Туд Роц был примерно вот таким в исполнении Крапа. «Во-первых, это скажу, что нехреный человек просто невозможно разговаривать с такими людьми, которые ну просто не понимают русского языка, а просто на своем стоят и ну не выкупают просто общение. Просто как будто боец, я не знаю, с другого полюса, типа, мы не можем общаться вместе». Про конфликт поколения здесь все абсолютно логично, молодежь любит чуть-чуть подогревать, выпендриваться по правилам вроде бы медиалиги и вообще всех медийных движухов. Впрочем, ничего плохого тоже не произошло, команды нормально начали матч и вот удивительно, Туд Роц-то не получил того преимущества, на которое рассчитывал. Конечно, были удары издалека, но деньги опять играли вязко, очень вязко, как с Броком, и у них получались очень хорошие контратаки, в одной из которых после срезки деньги чуть было не забили, и этот мяч мог полностью перевернуть игру. Но он не случился, и Туд Роц начали давить, потому что они играют за эмблему, потому что видно, как они отдаются, потому что видно, что за них болеет целый абсолютно стадион, естественно, останавливаться они не могут, и в какой-то момент, естественно, должны додавить, если не происходит несчастье в виде случайного гола. И практически додавили они в конце первого тайма, когда мог быть назначен пенальти. И очень многие думали, что там чистая точка, потому что с разных повторов видно, что футболист денег бьет игрока Туд Роц по ноге. Но совсем другое мышление было у главного арбитра матча, который посмотрел повтор и увидел, что белая бутса касается мяча. Очень сложно это было разглядеть, у арбитра мнение такое. Вообще, эта ситуация могла бы быть скандальной, если бы матч закончился иначе, а выводы по эпизоду делать вам. Я лично вижу удар по ноге, но не особо вижу касание белой бутсы, возможно, оно было с разных повторов по-разному, так что выводы каждый делает сам, и судья принял такое решение. Это его решение и его дело. Вот, собственно, и все так называемые сандалии, которые происходили в первом тайме, но во втором было уже чуть-чуть поинтереснее. Все дело в том, что на поле в конце еще первой половины вышел Кутуз. Кутуз, безусловно, лучший футболист медийного футбола этого года, я еще чуть раньше сомневался, он и лет, но Эд получил травму, и поэтому часть сезона он пропустил, но так бывает, к сожалению. А Кутуз в этой части сезона забил прекрасный гол Амкалу, где он даже ускорился, хотя всегда говорил, что он тихоход. Ну, и решил игру с деньгами, что вы сейчас увидите. Вот простой вынос на Кутуза, он ставит спину раз, ставит спину два, в него оттыкается игрок, Кутуз не тянет на себя, дает прекрасную, просто идеальную передачу на Фортуну, который тоже, кстати, играл очень хорошо, и Фортуна забивает. Сколько не смотришь этот повтор, понимаешь, Кутуз стоп, Кутуз стоп. Человек только под капельницами лежал, человек только что болел, человек вышел и зарешал. И совсем скоро он сделал еще одно положительное действие, но здесь очень хорошо сыграл Соляна, он и мяч отобрал и открылся, побежал как центральный защитник в чужую штрафную. И здесь уже Кутуз очень грамотно пропустил мяч между ног, развел руки, сделал вид, что он не участвует в эпизоде, а когда уже, естественно, Соляна касался мяча, Кутуз мог делать все, что захочет. То есть, мяча он не коснулся, получил передачу и отправил мяч в пустые ворота. Может быть, был бы футболист чуть менее интеллектуальный, он бы пнул этот мяч, и все. Судья пошел смотреть повтор, он там думал, принимал ли участие Кутуз или нет, мешал ли ворторю, но всем очевидно, что не мешал. Конечно, у денег есть протест по этому поводу, но кто бы не протестовал. Вот, да. Вот, да. Хорошо. Ну как? Отдумай, вы, б***ь. Я всегда сподборный. Браво, бреди, судья, браво, бреди, бреди. В оставшееся время сверхинтересного ничего уже не было, особых ссор тоже не было, даже микроконфликты никак не образовались, потому что немножко потолкались, немножко еще что-то поделали. Ну и в конце, естественно, даже Краб вышел. Такую установку ему дал Дмитрий Кузнецов. Я прошу, к векам на всякий случай. Сударь, сюда. Друзья, имеется в виду вот что. Не, не стаманно. Да, под каратом. Но, помогать. Вот здесь можешь валить, вот здесь. Там не вздумай валить. И вот здесь там. Просто добегай. Не катиться, добегай. Все время добегать. И, ну там, делаешь, что хочешь, я тебе еще раз говорю. Обводи, забивай, пошел. Краб, к сожалению, не забил. Корж, к сожалению, не забил тоже. И все медийные пацаны, как Эйтен, которые выходили после, тоже ничего особенного опасного не создали. Но, как мы знаем, в Тудроц особо это никого не волнует. Главное, чтобы команда побеждала. Все за вайп. Ну и болельщики после этого выбежали на поле. Выбежали. Со всеми сфотографировались. Всех, кроме Райзена, порадовали. В том числе, я думаю, даже руководство Краснодара. Они говорят, ну, типа, если вам это элемент шоу, для нас это как будто. В общем, праздник получился. Весело было. Сандалии по минимуму. И в итоге у меня, типа, порвалась кофта. Там просто такая огромная дыра. Респект. Это был Егоров. Такой вот матч, Тудроц с деньгами. Всем пока. Ну и по скрипту. Очень многие жалуются, что у Родины Медиа одни профики. Ну, мне кажется, там немногим меньше известных людей, чем в трех из четырех команд, которые играли в полуфинал. Интересная будет игра. Увидим.